Всех приветствую! Сегодня на ремонте iPhone 7 Plus Телефончик в оригинале После китайской зарядки перестал включаться Поключил его через iPower Включаю его через блок питания При кратковременной нажатии кнопки старта У него потребление 200-300 мА Вот 280 250 В среднем 250 Телефончик дальше пошел в загрузку 300-400 При сарте И будет очень долго висеть на яблоке Процентов Когда загрузится, когда не загрузится Если загрузится, то будет очень-очень долго загружаться Порядка 2-3 минут Сейчас попробуем дождаться, что с этого выйдет Ну и предположительно это микросхема 3 Star Сразу я ее подготавливаю И будем менять ее У 7 и 8 Три Star Немножко отличается Отличается он тем, что Если поставить от 6S Процентов 96 Телефон запустится, но будут проблемы с наушниками Так, вот у меня есть 7 Plus 2 штучки И будем ставить Пока ждем, что произойдет по загрузке Возможно загрузится Я сразу переключаюсь на микроскоп Потому что будем работать именно с платой Плату еще не выкручивал, не разбирал корпуса Все, дальше висит на 320 Вот опять скаканул до 700 Максимальный ток потребления был 1,1 А Периодически он у меня загружается Не будем, в общем, мучить его Отключаем Загрузка, в общем, у него иногда есть Иногда Оцениваем дисплей Коннекторы I-Power Убираем все в сторонку Так, корпус не разобрал Поэтому будем разбирать сразу Так, этот ремонт мне нужно сделать в течение часа Поэтому болтики я раскладывать буду на столе И стараюсь я их вложить там, где они были откручены Так, это с питания С его Так, откручиваем Такие, такие, такие Все, тут таких нету Люди очень часто пали телефоны китайскими зарядниками Сошана По 90 рублей их покупают там И вот такие телефоны даже умудряются ее подключить Просто не понимаю, что кабель Не просто кабель проводочки Там внутри микросхемки Так, вам лучше поглядеть фотки в разборе Лайтинг кабеля Чтобы понимать, что там есть А в китайских версиях там тупо два транзистора И все И поэтому они горят Один ключик транзистора пробивает И вместо нужного питания Поступает лишнее Так, вот этот моментик надо Нагреть и приподнять Сейчас я случусь буквально на минутку Продолжение следует... Так, здесь приподнимаем И вот эту штуку надо снять Пока снимем лент Так, все с этой стороны... Так, все с этой стороны... Материнскую плату извлекли... Убираем... Он нам пока не нужен... Так, ну и переходим сразу Микроскопу... Снимаем защитную пленку... Наша нужная микросхема находится вот здесь Вот таким образом мы поступим... Вот таким образом мы поступим... Потому что пленку, в принципе, мы эту потом не наклеим... Так, значит микросхема... Мы сейчас еще сделаем небольшой тестик... Давайте посмотрим ее на нагрев... Подключаем питание... Готов... Так... Делаем заморозку... 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 Сейчас еще раз покажу... Кратко нажимаю на питание... Так, включил... Кратко нажатие и моментальный нагрев... То есть это все равно... Тристар... Неисправный... И его меняем... Так, еще одно маленькое замечание... Телефончик, если загрузится... Этот... Когда загружается... У него... Нету сети... И так как тут Тристар поломанный... Это может быть именно из-за этого... Поэтому сейчас мы ее заменим... Поставлю на подогрев... Как только раз... Ставим тоненькое сопло, где-то троечка, четвёрочка, пятёрка, наверное. 300 градусов на фене, потом будет где-то больше среднего. Так, трестарь у меня тут всё больше, один, как оказывается, его и буду ставить. Сразу подготовлю паяльник. Так, всё снимаем. Сейчас я подойду, подойду. Сразу разделяю, подойду. Продолжение следует... 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 поток воздуха убираем, температуру оставляем тоже Добавляю чуть-чуть хлюха и добавил воздух Все, эта схема поплыла Снимаем с подогрева Даем ей немножко остыть и проверяем кратковременным нажатием на кнопку питания Можем ее, кстати, подключить под вентилятор У меня стоит в качестве вытяжки небольшой Так Давайте подключим сразу с дисплейным модулем И на блоке питания поставим защиту 2 ампера Так, пробую включать Кратковременно нажал Потребление 53 Еще раз показываю 53 и 55 До 150 Стартануло и включился Так Так, это уже говорит, что Проблема была по 300 В принципе, это простейки или ремонт Но, скажем так Но, скажем так Все равно Дорого оплачиваем Первое Первое Потому что Так Ну и включился он сразу быстро И сразу хочу заметить Он стал показывать Слово нет sim Пишет Пишет Нет сим-карты До этого Он Долго Он пытался загрузиться В конечном итоге Он мог загрузиться Но писал Что у него Поиск сети Есть у меня такой же Сегодня На ремонте 5s И На днях Буду делать Возможно Запишу Он также Не ловит сеть Модем у него Прошивку Показывает Но он при этом Не работает Пишет Поиск сети И там я тоже Потребляю, что Проблема по 300 Так Он звонит Работает Включается Сейчас он потухнет И мы его Отключим На данном Этапе Я видео Завершаю Ремонт Очень простой Несложный Но ввиду того, что Туда-сюда бегаю Отвлекаюсь Дотянулся Где-то на 20 минут Все Всем пока До новых видео